Итак, всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисан, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon и ребята, дальше, 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 дальше мы идем прокачивать нашу команду За одну серию мы уже в принципе охренеть как много прокачали, электробас у нас уже 42 уровень И что мы в принципе сейчас сделаем, это мы его ребята прокачаем, точнее эволюционируем его следующую эволюцию И я уже говорил как мы это сделаем, в принципе так как мы делали это с магмором Нам нужно включить, и так берем, что нам, а в принципе нам ничего не надо брать, только, только, только вот Так, значит, 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 это отсюда забираем, ставим сюда Ай, опять два стало Так, сейчас, сейчас в принципе спавним Так, сейчас, сюда Ну да, с мастерболом, чтобы уже сразу словился, он и так уже у нас, ребята, в мастерболе Вот он Только шайни Вот, отлично И как раз, в принципе, даже такого уровня, как и наш Наш 42-й, он 45-й Как раз, более-менее Так, сейчас Отлично Тогда, 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 ребята Нашего электробаза Удаляем А берем электривайва Электривайра шайни Точно так же, в принципе, как у нас было Только мы его прокачали А то, что, ну, 3 уровня добавилось Это уже как он сам там заспамился Сейчас нам нужно изучить Тандер, 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 тандер Вот это у нас было И вот это у нас было И что? Да, в принципе, тандер нам не нужен Ладно, давайте вот так И сейчас, ребята, изучим Тандерболт Видите, потому что тут Атаки у него, конечно Не очень И тандер Нет, не вот это тандер Амм Сейчас Тандер Не вот это А вот это Так Еще Еще вроде были какие-то там Еще одна офигенная Атака была Только я не помню какая Хоть убейте, ребята Не помню, какая атака у нас еще была Тоже одна такая сильная была Но я ее не помню какая Танда Тандер Тандерболт Точно не это Чардж Бим Вроде вот это еще Тандер Вейв Это у нас есть Чардж Бим Вилл Чардж Так Электри Иди-ка ты сюда Нет, не вот это Ну да ладно Пофиг Он Стандерболтом тоже Нормально справится Ну что, ребята Давайте потопали мы дальше На наш остров Так Так, сейчас Вот Где оно у нас Это у нас тут Че Это тоже у нас тут Че Вот он Так как я еще не могу летать Потому что у нас Арчин Не прокачанный Будем мы, ребята Вот так дальше прокачиваться Как мы это И делали, да Так Ну что, ребята Начинаем Я не знаю, если честно С кого начинать А еще Вот это нужно одеть И как видите Опять вот это размножилось То есть Была одна Стало две Вот так Я не знаю, ребята Кем нам сейчас тут прокачиваться Электривай уже 45 Это уже в принципе нормально Мне так кажется Давайте-ка мы Гротлом Немного прокачаемся Прокачаемся Так, ладно Давайте дальше Дальше, дальше Начнем прокачиваться Вот только Гротлом Тоже нужно Немного сейчас Поаккуратнее Потому что он Не такой уж Большой уровень Ну таких покемонов Конечно Он с одного удара Будет убивать 20-х уровней Но вот таких 45-х Мне кажется Он еще не потянет Самурод 46-й Так Вот Краби Краби Побьем Немного За Краби Тоже нормальный уровень Идет Вот видите 28-го уровня Он уже С двух ударов Убивает Нужно Ребята Старми Старми Да Словить Так А то Вроде у нас Ее даже и нету Как Убил Ни хрена себе А то Ее даже у нас Нету Как я помню Так Убил Зараза Ладно Гротл Ты 29-й В принципе Да Тебе еще До хрена Осталось прокачиваться На 40-х Даже Не нужно нарываться Так Как их ты вообще Точно не потянешь Вот таких 20-х Ты еще Пока что Сможешь убить Ты же и сам 29-й Не очень Какой-то большой уровень Поэтому Будем мы тебя Пока что На таких качать Ну давайте 31-й Попробуем А Не Вот Даже Кингеров Убивает Отлично Так А 42-го Ладно 31-го 42-го О Отлично Вообще Красавчик Наш Наш Гротл Да Уже 31-й Какой он там был Он был 20 27-й Где-то А он уже Сейчас Вот 32-й Сейчас будет Еще вот эта Атака Осталась Так Это Нам Блиц Уже Эволюция Ребята Тортерра Вообще Офигенно Я так Думаю Что покемонов Мы будем Прокачивать Где-то К 45-му 50-му Уровню Чтобы потом Использовать Раркенди Просто Потому что На Раркенди У нас Тоже Немного Так Ресурса Есть Чтобы На Каждую Команду Тратить 60 Раркенди Да О Давайте Мега Драйон Фиг его Знает Если честно Давайте Вот так 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 Ребята Ну что Давайте Дальше Дальше Прокачивать Нашу Тортеру А вот Того Я уже Не знаю Сможешь ли Ты убить Вот Это Вот Это Нет Давайте Вот Этим Да Как Раз Нормально Нет О Еще Один Уровень Ху Ну В принципе Ребята Также Можно Поговорить Как Я Говорил В Прошлом Эпизоде О Играх Так Как Вы Можете Писать Любые Свои Вопросы В Комментариях В Гру В Гру Гру Да В Группу В В В В В В В В В Как Любые Вопросы Которые Вас Интересуют Если Вы Хотите Получить На них Ответы В принципе Любые 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 Вопросы Которые Вам Только Могут Прийти На ум И Вы Можете Их Спрашивать Так Как В Так Если Вы Ребята Хотите Услышать Мене О Какой Там Игре Прошел Ли Ты Ту Игру Пошел Ли Ты Эту Игру Понравилась Ли Она Тебе И Все Так Поэтому Действительно Ребята Можете Задавать Если Будет Нормальный Адекватный Вопрос Интересен Интересный Да То Тогда Посмотрим Да А Предыщей Части Я Не Помню Нет Задавали Вопросы Втуда А сейчас Вроде Задавали Я Помню Задавали Вопрос Как бы Не странно Это звучало Варфейсе Я не знаю Кто это Задавал Я уже Не помню Но В принципе То что Задавали Так как Многие Игру Многие Люди Считают Что Эта игра Можно В принципе Сказать Какаха Да Если Так Мягко Выражаясь Какашка Но Если Честно Я играл В нее Я играл В нее Не прям Там Месяц Назад Я играл В нее Очень Давно Прям Я даже Не помню Когда Ну лет Так Ну приблизительно Я точно Не знаю Лет так Четыре Пять Назад Я играл В эту Игру Ну в принципе Я не скажу Что игра Вот такая Какаха Как Нио Говорят То есть Многие Говорят Что она Для школьников Что Худшая Игра Но Я не скажу Что у нас Офигенная Но такая Знаете Когда Не хочешь Покупать Никакую Угру Или Когда Например У тебя Там Комп Не тянет Какую Нормальную Угру Ты Ну Можешь Поиграть Вот Такую Угру Но То Что там Реально Донатеров До хрена То есть Там все Что покупается За реальные Деньги И То Что Ты Быстрее Там Сможешь Эволюционировать Только За донат И Сам Конечно Тоже Можешь Но Это Будет Я не знаю Сколько Раз Дольше Чем Ты Будешь Сам Там Прокачиваться Но Игра Такая Себе То есть Я говорю Если У вас Там Баттлфилда Нету То Можете В такую Группу Играть Это Я так Говорю Потому Что Я Давно Но Сама Суть То Что Играл И В принципе Игра Такая Себе То есть Второй Там Был Вопрос Играл Ли ты В Ассасин Скрит Конечно Играл В Ассасин Скрит Это Походу Дело Все Играли В Ассасин Скрит Мне так Кажется Но Я Лично Лично Я прошел Ассасин Скрит Два Раза То есть Два Раза Я Полностью Его Прошел Не считая Третьей Части Блэк Флага Я Прошел Первый Ассасин Скрит Там Где Был Альтаир Да Я Прошел Второй Там Где Был Начало Где Был Этсо Я Прошел Потом Бразерхуд Как бы Продолжение Этсо И Я Прошел Потом Последнюю Часть Где Был Этсо Это Revelation Вот Эти Четыре Игры Я Прошел А Потом Я Их Перепрошел То Есть Вот Эти Четыре Игры Я Прошел По Два Раза И Если Никто В них Не Играл Если Кто Начинал Играть Уже Там С Третьей Ассасин Скрит Или С Третьего Ассасин Скрита Или С Того же Ну Фиг Его Знает С Того же Вот Этого Как Его Там Блэк Флага Да То То О Пиратах То Может Сказать Вы Многое Потеряли Потому Что Лично Мне Как Я Проходил Вот Эти Игры По Два Раза Они Если Честно Даже В Притык Не Стоят С Тем же Третьим Ассасин Скрит И С Тем же Блэк Флагом Потому Что Лично Для Меня Там И атмосфера В Тридцать Раз Лучше Там И Вот Это И Атмосфера Лучше Геймплей Не скажу Лучше Так Как Эта Игра Намного Там Ну Не Намного Там На пару лет Старше Чем Тот же Блэк Флаг И Вот Эти Все Конечно Там Уже В Блэк Флаге Кучу Вот Этой Хрени Все Син Понадобавляли Да Там Улучшенная Графика И Все Такое В принципе Больше Возможностей И Можно Сказать Что Вот Все Такое Но Если Это Не Считать Если Брать Сам Сюжет Игры Да Если Брать Сам Сюжет Если Брать Саму Атмосферу То Вот Это Вторая Сасин Скрит Даже Говорю Даже Сравнивать Его Тупо Ее Тупо Вот С Этим Как Его А В принципе Вот Зор У нас Уже Валюционировали Как Не Заметил Зор Зор То То Эту Игру Если Честно Даже Тупо Сравнивать С третьим Ассасин Скрит Да Оно Там Охрененное Там Лучшая Графика Там Больше Возможностей Там Вот Это Они Все Сделали Вот Так Вот Так Но Говорю По Сюжету По Ощущениям После Игры Потом Как Потому Как Ты Отношишься Игры После Ее Прохождения То Второй Ассасин Скрит Намного С тем С тем Же Блэкфлаг Блэкфлаг Если честно Я проходил Да То есть Новая Игра Она Должна Быть Офигенная И все Такое Но После Ревелэйшна Там Ребята Уже Такая Банальщина Пошла Что Это Сдуреть Можно Ну Хорошо Третья Часть Еще И Еще Нормальная То Ладно В первой Части Это Я Ребята Своё Мнение Выражаю То Можешь Сказать Критику Как Я Отношусь К Этой Игре Потому Что Есть Такое Когда Ну Просто Они Уже Знаете Переходят Тупо Напросто На Конвейер Игры То Когда Им Уже Пофиг На Сюжет Ему Пофиг Как Люди Отнесутся К Новая Часть Они Просто Переходят На Конвейер Потому Что Они Видят Что Игра Популярна Ее Можешь Сказать Лично Я Говорю Первая Часть Офигенная Вторая Тоже Третья Тоже Четвертая Тоже И там Рассказывается Одна и та же История Да Так как Тут Сидит Ванимус И Вот Вспоминает То Потом Даже В мире Есть У нас Миссии Когда Нам Нужно Пойти Туда В Колизей Или Куда Там Нужно Пойти Найти Спрятанные Там Сокровища И Все Такое Да Это Я понимаю Но В третьей части Допустим Еще Более Менее Потому Что Там Уже Я Не знаю Я Не буду Говорить Что Это Спойлеры Потому Что Кто Хотел Тут Прошел Эту Игру Давным Давно Поэтому Я Вот Так Говорю Что Что В Третьей Части Там Где Коннор Или Как Он Называется Если Честно Не Помню Это Как Финальная Часть Там Уже Развязка А После Этого Блэк Флаг Это Это Уже Просто Конвейер Просто Они Сделали Что Вот Там У кого Какого Пацана Который Даже Мы В лицо Не Видели Что Он Там Делает Не Видели Как Он Залазит В Анимус Он Просыпается В какой Компании Там Где Специализируется На Анимус Он Там Ходит Бродит Потом Залазит Опять В машину Опять Там За своего Предка Пирата Играет 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 Потом Просыпается Потом Опять Засыпает И так Играет 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 Потом Опять Засыпает Просыпается И короче До конца Играет Мы даже Не знаем Опять Легендарный Заспавился Да В принципе Мы же тут Стоим Вот в этом В море Тут Ихи до хрена Испавнится То что Говорю Ребята Он типа Засыпает Просыпает Засыпает Просыпается И все Такое И вот так целую игру он просто-напросто ничего не делает Давайте выключим Чтобы посмотреть, что это там Он, ребята, ни хрена не делает Он просто... Ну, просто вот какой-то чувак залез в анимус И он там торчит Всё Охренеть Охренеть Ну да, в принципе, мы попёрли на 70 уровня Ладно, это-это Нету смысла, ну ладно Зато увидели, что не Шайни Так Ээээ, да чё ты Вот Ну, говорю, ребят Это уже просто-напросто конвейер Да и всё, там уже не о чем говорить Там уже не истории История в том, что, да, были там какие-то Пираты жили, были и всё Но это как бы история в анимусе, да Но сама история вот этого Assassin's Creed, она же не на том Что в анимусе творится А сама суть в том, что чувак хочет узнать своё прошлое Чё там его делали предки И тем самым найти какие-то там спрятанные сокровища И то вот Эдем Ну, как бы, на чём оно сделано Сама Вот то яблоко Эдена, да В третьей части оно ещё где-то всплывает А в четвёртой уже, в принципе Уже про него и забыли, можно и так сказать И там уже, и там уже даже Уже даже нету Как это можно сказать Наклона в ту сторону В сторону истории с предыдущих частей Там уже просто какая-то своя история Свой чувак в анимусе Свой чувак, которого никто не знает Как он выглядит, что он там вообще делает И вот, всё Просто он ходит, бродит Залазит в анимус Пиратит, бухает Тёлки и то всё такое Да, там чё пираты делают Это он всё делает Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба Потом просыпается Потом в конце чё-то опять просыпается Куда-то уходит Сбегается вроде с того центра Конец игры И просто если так Сообразить Если так подумать Нахрена это вообще было Чё это было Ну ладно Показали нам пацика Который сидел в анимусе В конце концов Он сбежал с этого анимуса И убежал куда-то дальше А нахрена было это И что бы изменилось Если бы вот этой части не было Нихрена бы не изменилось То же самое бы было Вот Ещё там бродит вот эта зараза По сути дела Как я говорю, ребят Это тот же конвейер Они могут миллион таких частей сделать От которых Ни сама история не поменяется Нихрена не поменяется Они будут так выпускать Выпускать, выпускать, выпускать Выпускать И просто будет не истории И не перед истории То есть Не то что чувак сидит не в анимусе Не то что чувак Бродит где-то там Вне анимуса Да, так как он Тоже там Ему что-то нужно делать Вне анимуса Они просто так делают Чтобы было какая-то Какой-то склон На то, что вот чувак залез в анимус А вообще вот это Никакого отношения не имеет К предыдущим играм Но я высказал свое мнение До четвертой части, нет точнее До пятой части, игра офигенная Я ее прошел два раза и у меня есть Такой, можно сказать, небольшой списочек У меня лично, какие игры я прошел И какие там самые лучшие игры Которые я прошел Но в принципе сейчас у меня на первом месте В всех играх по сюжету По ощущениям После игровым ощущениям У меня стоит Assassin's Creed До пятой части Самая лучшая игра, которую я прошел То есть самая захватывающая такая история На втором месте Там уже как бы другие, да Но первое место более-менее так Пока что тянется Assassin's Creed Других таких игр, которые меня бы так затянули И которые бы У меня были такие ощущения послеигровые Меня, если честно, и нету Поэтому Ребята, я и высказал свое мнение Кому интересно Кто еще не проходил Вот эти Assassin's Creed Пройдите, действительно Не пожалеете, мне так кажется Потому что игра стоит того, чтобы ее пройти А Black Flag Это уже даже Это уже не игра Это просто-напросто Ни о чем Никакая история Вы просто заходите Играете за пирата И все Это как бы Как это можно сказать Это ДЛСка, ребята Вы заходите О, вы там пиратом встали Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ходите, убиваете Бухаете Голыми на пляже валяется Валяетесь на корабле Катаетесь Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Конец игры Вот Вы, короче Не знаю Сколько серий Не спавнились И мы вроде На островах Тоже охренеть Сколько Тусовались Да Вы столько не спавнились Что это Сдуреть можно А сейчас В каждой серии По два Вот этих Киогра Спавнятся Вы, походу Ребята Реально Зажрались Вот эти Не, да мы Мы его Принципи Действительно Никак не убьем Хотя Нет Убили Убили Принципи Охренеть Как Много опыта Ребята Нам пошло Ну я не знаю Вот это Действительно Много опыта Нам пошло Ух С шейдерами Вообще Нихрена Тут Не видно Если честно Всплываем Вот Потому что Если бы А Мы в принципе И летать Ребята Не можем Вот что Я забыл Мы же летать Не можем Да Поэтому Я вот так И ловлю их Так Отлично Да Тортеру Дальше 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 Прокачивать Тортеру А Нет Нет Зачем Она уже Она уже 46 уровень Я говорил Что мы будем Прокачивать Где-то До 35 Поэтому Давайте Принципи Ребята Прокачаем Ему еще Ему еще В принципе Два уровня Ребята Осталось До того Чтобы он Эволюционировал В Эмпулиона Поэтому Поэтому Будем Мы его А ну И я О Лапрос Лапрос Хочу Лапроса Хочу Лапроса Но летать Мы не можем Ну да Ладно Вот что Я столько Хочу Посмотреть Ребята Вот Эту Атаку Ни хрена Себе Тут куча Всего Какого-то Эм Ну ладно Я только Ребята Хочу Посмотреть Что это За Атака И нормально Или она Ну более Менее Я так Скажу То есть Можно Будет Потом Ее Купить Ладно Не будем Ее Изучать Так как Алмазами Не отдали Мы Ее Не купили А просто Проэкспериментировать Что это За Атака Так Давайте Дальше Вот этого Сорок пятого Сто процентов Мы не убьем Поэтому Давайте-ка Мы Еще вот этих Поубиваем Вот такие Как раз Нормально Ему И Вот Принклупе Принклупу Принклупе Еще осталось Один уровень Да че Ты передо мной Топчешься Зараза Я туда Он туда Я туда Он туда Эм Ну вот эти Чурки Как всегда В бою А Мы уже В принципе И таких Убьем Нормально Конечно Не очень Быстро Но Все же Вот Ребята И Принклуп Наш Эволюционирует В Бульона А него Точно Можно купить На него Атаку Еще одну Сейчас Пускай Он Эволюционирует Уже И Можно сказать Нет Не можно сказать У нас Еще двое Покемонов Которые Не эволюционированы Это Гровлит И И И И И И И И И Арча Да Эмпулион Так Как Ну это Нам В принципе Не нужно Сейчас Ну ладно Потом Потом посмотрим Ну давайте Дальше Ребята Продолжим Прокачивать Вот Вот На этого Зря Я Наверное Вызвал Так Как Он Вот Так Отлично Вылечим Еще Раз И Пойдем Принплап А Ну да Я просто Смотрю Пишет Вроде Принплап Он уже Как бы Эволюционирует Ну да Ладно Какой он там 36 уровень Эмпулион То есть Ну давайте Еще ему 10 уровней Как раз Прокачаем Чтобы было Более Менее Я не знаю Вот это Нет Не очень Вот это Более Менее Так Давайте Еще Кинглеров Кинглеры 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 Главное Не убейте Нас Пожалуйста О Вот это Тоже Нормально Арбук Ну вот Арбука Я не знаю Нет В принципе Сможем Да Но А Гровлит Он на Гровлит Напал Ну ладно Давай Тогда Гровлита Тоже Нужно Будет Конечно Прокачать Но Я не думаю Что в этом Месте То есть Тут Ему Нехрень Делать Против Водных Покемонов Так Опять Вылечимся Электробас 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 Так Это у нас Там Кто Босс Босяндра 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 Краби Вот Краби Как раз Может Охренеть Сколько Вас Тут Что за Сборище Так Нет Не вот Этот Не вот Этот Не вот Этот И не Вот Этот Не вот Этот Не вот Этот А вот Этот Отлично Охренеть Так Ладно Давай Электривайр Ты Потянешь Конечно Потянет Ух Ну Три Три Алмаза Можно И так Сказать Это Че Так Ладно Давай Дальше Принт Плоп Как ты Пишешься Хотя Темпулион Ну Так Она Обновляется Как-то Это Тень Я думаю Че там Летает Такое А шо Вот Вот 47 Уровень Охренеть Ну Уровень Даст Мне кажется За Вот Этого Огромного Кингера До 40 Прокачаемся Нет Отлично Нет Да А Да Прокачались Прокачались Так Вот Этого Тоже Можно Убить Быстренько Смотрите Ребята За 2 серии Мы уже Можно сказать Практически Прокачали Наших Покемонов Конечно Еще Гровлит И Зоруарк И Арчин Но Все же Два Покемона У нас Уже 48 47 И Принт Плоп У нас Уже 40 Уровень То есть Более Менее Нормально То что Арчин Арчин У нас Какой-то Не очень Большой Уровень И что-то Он еще Не эволюционировал Но В принципе Мне кажется Он где-то На 40 Прокачается То есть Ему еще Уровней Так 6 Осталось Ну да Ему 6 Уровней Как раз Осталось Поэтому Будем Дальше Его Прокачивать Отлично А пока Ребята Качаем Нашего Эмпулиона Еще Уровней Так 5 И Будет Принципи Нормально А На вот Этого Не нужно Было Нападать Ну Хотя Вот Электривайром Мы его Завалим Отлично Ай Так Давай Дальше Прокачивайся Прокачивайся А почему Он не вылечился А вот То есть Он Ну Я понял Так Быстренько Ребята Мы уже Начали Прокачивать Наши команды Если мы Раньше Прокачивались За Не знаю За сколько За охренеть Сколько Сейчас Мы уже Прокачиваем За 2 3 Серии Мне так Кажется Ну То есть Вот На этом острове Ребята Это Офигеть Как это Все Быстро Делается Я там Видел 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 Вот Сейчас бы Туда Пойти Чтобы Ты Еще Не Уплыла Это Ты Непонятное Размытое Пятно Да Старью Это Ты Ну Давайте Ловел Бол Попробую Просто Говорю Шейтер Хрен Че Видишь Вот Тут Ну Давай Ну Давай Отлично Старью Мы Словили Нет У нас Ее Нет Ну Ладно Сначала Словил А потом Посмотрел Если Она У нас Или Нет Давайте Давайте Домой Почти Опять Охренеть Ребята У нас 81 Уровень Я вот Это Как-то Даже Не Заметил Если Честно А Вот Орб На Заблиуса У нас Уже Охренеть Как Прокачан Давайте Сначала Вот Это Все Выложим Что Тут Мы Можем Выложить Да Вот Давайте Вот Это Вот Это Вот Вот Это И Все Нет Еще Вот Это Отлично Сюда Вот Это Значит Вот Сюда А Тут У нас Что Есть А У нас Есть Уже Ну Ладно Пускай И Будет Так Тогда Нет А Вот Это Тоже Нет Это Тоже Нет Solar Beam У нас Есть Да Три Штуки Так Что Ребята Сейчас Давайте В принципе Да Давайте Еще Пожрем 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 И В принципе Ребята Уже На этом Можно Заканчивать Эту Серию То Ладно Нормально Мы Так Прокачали Наших Покемонов Потом Можно Будет Даже Закупиться Уже Конфетам И Просто Напросто Их Докачать Но Давайте На этом Уже Закончим Эту Серию Ребята Ставьте Лайки Подписывайтесь На мой Канал Не Забываем Чем Больше Лайков Наберем Тем Быстрее Выйдет Новая Серия Всем Спасибо За Просмотр Всем Удачи И Всем Пока Субтитры